Почти 300 миллионов рублей должны управляющие компании Щелковскому водоканалу. Ситуация за должностью ресурсоснабжающим организациям давно уже вышла за рамки приличий. Многие жители даже не подозревают, что коммунальные услуги поставляются буквально под честное слово. Опасаясь коллапса в сфере ЖКХ, особое внимание проблеме долгов уделяет правительство региона. Совещание по теме с участием управляющих компаний, представителей общественности и администрации Щелковского района провела заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Анжела Пухова. В связи с тем, что вы знаете, у нас начался отопительный период, зимний период, и нам необходимо разобраться, почему сложилась эта задолженность, что нам с вами необходимо, какие меры, может быть, включая правоохранительных органов, задействовать, дабы решить в вашем районе ситуацию, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Помочь в решении проблемы с долгами должна была процедура государственного лицензирования управляющих компаний. Отчасти так и вышло. 1 мая права осуществлять профильную деятельность потеряло множество организаций. Однако, как отметила заместитель министра, некоторые компании это не остановило. Есть управляющие компании, которые насобирали долги, также благополучно становятся директорами других организаций и продолжают свою деятельность. Это нонсенс. А мы все знаем, вот эти компании, подрядные организации, субподрядные и так далее, и мы в свое время, еще в том году, в декабре-январе месяце, направили и в жилу инспекцию направляли, в областную прокуратуру направляли те факты, которые просили проверить. Пресечь проблему с долгами на корню должно новое решение, предложенное правительством региона. По поручению губернатора, министерством ЖКХ Московской области была подготовлена хартия, в которой сформулированы единые правила и стандарты работы управляющих компаний. Одно из основных требований документа – работа организаций через областной единый расчетно-кассовый центр. Мне бы хотелось, чтобы все управляющие компании вошли в единый расчетно-кассовый областной центр, а жители тем временем понимали, что все деньги, которые они платят в единый расчетно-кассовый центр, что каждая сумма и каждый процент этого платежа идет непосредственно ресурснику. Они не оседают на счетах управляющей компании, и непонятно, куда потом эти деньги идут. В эпоху Анжела Александровна поставила на задачу, чтобы до 1 декабря все управляющие компании уже прислали какие-то свои предложения, начали работу по вступлению в НОСОБРКЦ. Если сейчас будут направлены оферты договоров, то уже тогда можно будет на Новый год выйти с платежками от НОСОБРКЦ. Ну а если кто-то из управляющих компаний откажется подписывать хартию, жителям стоит задаться вопросом, возможно, по каким-то причинам его не устраивает такая прозрачная система платежей. Активно к ситуации планируют подключить и правоохранительные органы. Проблемные вопросы по теме легитимности управляющих компаний и долгам за ресурсы заместитель министра обещала обсудить на отдельном заседании с областной прокуратурой. Щелковские правоохранительные органы также не собираются оставаться в стороне. Не хотите работать честно? Не работайте. Работайте честно по всем фактам проверки действий. Проверки будут. Они могут быть не сразу с результатом, но рано или поздно результат достигнут. Заседания с участием заместителя министра ЖКХ теперь будут проходить еженедельно. На следующем собрании 30 ноября участники планируют подробно обсудить графики погашения задолженностей, которые должны представить все управляющие компании. Жилищная инспекция, в свою очередь, должна подготовить исчерпывающую информацию по легитимности организаций и их сфере деятельности в Щелковском районе. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».